Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 31 января 2015 года. На дворе буквально последние часы перед наступающим новым 2016 годом. Мне хотелось в последние уходящие минуты записать для вас небольшое видео. Видео, которое носит характер, конечно, предновогодний. И с таким пожеланием, это такое пожелание будет, пожелание не наступать на грабли, не наступать на грабли и уйти и сделать это как бы своим преимуществом, знать, где лежат те самые грабли. То есть это видео такое, может быть назовут уж так, что для тех, кто хочет научиться не наступать на грабли. В предыдущих нескольких видео я вам рассказывал большую тему о правильном свидании. И эта тема еще маленькая, еще маленькая, она скоро закончится. Но мне бы хотелось чуть-чуть упредить и сегодня отметить этот такой интересный вопрос. Почему наше свидание, наши встречи вдруг ни с того ни с сего обрывается, не случается, ни что-то происходит, пошло не так? Это бывает очень часто и мы бываем в этом, убеждаемся на чьих-то примерах или в тех или иных ситуациях собственной жизни. Так вот, в чем здесь маленький-маленький секрет? Даже если мы идем по пути правильного свидания, которым я рассказывал, благодаря помощи вот этого замечательного белого листа, идем на пути к этому свиданию, к правильному, и все мы прошли там, сделали правильные мероприятия, прошли, исполнили те или иные правила, исследовали тем или иным законам пространства, все, в событиях попадали, каких надо, опыт там свой трансформировали, научились мышлению, такому преобразовать его смогли и научились рассуждению, коммуникации, общению, смогли, научились размышлять о пространстве с помощью сложных таких всяких действий. И тем не менее, мы подходим к свиданию, уже его назначили, встречу, время и место, и тем не менее, что-то идет не так, почему это происходит, почему? Потому что, потому что у нас имеется такое, такое свойство, свойство наступить на собственные, на собственные грабли, да, на те самые грабли, которые, казалось бы, мы выстроили опыт перед собой, но в то же время, в этот последний момент мы начинаем сомневаться, мы начинаем терять веру, терять надежду, и поэтому эти маленькие сомнения, маленькая вот эта бабочка, которая села на другую сторону вашего события или мероприятия, она может развернуть всю ситуацию в совершенно другую сторону. Поэтому я призываю вас в этом году, в 2016-м, не сомневаться, верить в себя, верить в свои надежды, у силы, верить в надежду, своих партнеров верить, надеяться на них, несмотря ни на что, ни на какие слова, ни на какие-то события негативные или какие-то мнения негативные, которые имеются в той или иной ситуации, которая имеет отношение к вашим друзьям, партнерам по встрече, по свиданию. Поэтому я вас прошу пройти эту ситуацию, этих граблей, как говорится, то есть мы можем эти грабли буквально нарисовать вот так, да, вот она стена, то есть мы идем к этому событию, и вдруг натыкаемся на стену, на стену, ну какая как бы не стена, они становятся такими граблями, как мы называем их в жизни, да, и мы наступаем на эти грабли, и весь наш опыт, все наши деятельности, все наши усилия, которые мы прилагали, они разворачиваются в обратную сторону, в обратную сторону, и ударяют нам по обу, как бы, потому что учит нас еще раз, не сомневайся, иди к успеху, иди по этому пути, иди на встречу, на встречу самому себе, на самом деле. То есть это видео, все эти видео посвящались, конечно, большому, такому, с большой задачей, это найти путь к самому себе, найти свидание, правильное свидание, это найдет, помогут вам в дальнейшем найти путь к самому себе, к своим потенциалу своему творческому, каким-то талантам, вот это найти в себе, благодаря этим правильным свиданиям. Но вот эти грабли, вы знаете, что они лежат, они лежат там, и эти сомнения, эти тревоги, эти какие-то вот эти минуты, такого там, такого малодушия, скажем так, да, прямо, они вас могут привести к этим граблям, вот, не слушайте никого, не смотрите ни на кого, ни к чему, старому, старому чужому опыту не обращайтесь ни в коем случае, всегда идите правильно, и вы на эти грабли, и вы эти грабли сделаете себе помощником, вы пойдете, пройдете именно по этим граблям, над этим, над этой пещерой, над этой пустыней, над этой пропастью, которая лежит прямо перед фактом свидания, фактом встречи. Так вот, сегодня я поздравляю вас с наступающим 2016 годом, и ради такого замечательного события, я приглашаю вас выпить со мной бокальчик, 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 бокальчик замечательного вина, вот, я прошу вас, если у вас есть, что налить, наливайте, вот, у меня вино оказалось красное, шипучее, но тем не менее, я думаю, что это не случайно я вам купил, как бы я его случайно купил, протянул руку на полку магазина в этой толпе, людей, которые, как сумасшедшие, носятся по магазину, покупают все, что им надо купить, потому что этот год, это символ азиатского календаря, год красной там огненной обезьяны, поэтому мы пьем красное вино. За ваше здоровье, вам всем удачи, счастья, добра и всяческих успехов в жизни, вашей правильной встречи, правильного свидания, вам найти свой путь к самому себе, и в том числе я жду от вас тоже каких-то пожеланий, если вы это видео посмотрите. За ваше здоровье, будьте счастливы, богаты, благополучны, чтобы жизнь ваша была интересной, многоплановой. С Новым годом, с новым счастьем! С Новым годом, с новым счастьем!